Здравствуйте, меня зовут Илья Крылосов, я продавец-консультант Орлового комплекса «Актив». И сегодня мы расскажем о особенностях сборки ПВХ-лодки и расскажем это на примере нашего тест-драйва. На наш тест-драйв мы взяли лодку «Келевую» 3.30, фирмы «Наши лодки», модель называется «Навигатор». Она уже идет стренгированная, у нее фанерные полы с системой «Шиппаст». В чем заключается сборка? Первый, самый важный этап – это нам вставить сам пол. Чтобы вставить сам пол, нам нужно накачать лодку где-то процентов на 30-40, то есть расправить ее. Для этого мы используем в данном случае компрессор, так называемый центрифугу или улитку еще их называют. Мы поднимаем борта, соответственно, где-то на 30-40 сантиметров от общей накачки, что позволяет нам уже вставлять части дна. Тем, кто покупает лодку, вторую или первую, со стренгерами, то есть это, как правило, «Келевые» лодки, где уже дно усиливается такими вот алюминиевыми штуками. «Стрингер» называется, вот. Я сам с этим столкнулся, когда начал эксплуатировать и не знал одного секрета. То есть их на неровной поверхности, на естественной среде, на природе, да, ровно поверхность тяжело найти. И надеть вот так вот одному достаточно тяжело, это надо сразу, чтобы пол был ровный. Оказывается, есть очень простой секрет. Берется весло одно, собирается, поднимается лодка, кидается под него весло, дно по веслу, соответственно, выправляется все, и борт вывешивается. Таким образом, позволяя накинуть стрингер с элегантной, как говорится, легкостью. Вот, все, вот он на своем месте, никаких проблем не создает. То же самое, перетаскиваем лодку на другой, конечно, чтобы она с другой стороны вывесилась. Берем стрингер, соответственно, и то же самое, накидываем, совершенно никаких проблем. По большому счету, вот, весь сложный процесс, такой трудоемкий процесс у нас уже на этом этапе закончен. Нам остается лишь только докачать лодку уже до рабочего давления, вот, и, собственно, вставить лавки. По большому счету, лодка после этого будет полностью готова к эксплуатации. Если, как бы, вы выбираете лодку, есть комплектация, где сумка подбаночная, то есть сумка-рундук на банку, она вот так вот на седло, собственно говоря, одевается, и в нее можно положить вещи. Если лодка такой вещью недоукомплектована, у меня вот она самая простая, на самом деле, есть гораздо более навороченные, непромокаемые. У меня обыкновенно трепишная, но она решает, как бы, часть проблем, чтобы по судну не болтались насосы, которые необходимо с собой взять, какие-то вещи кинуть и так далее. То есть лучше, конечно, эту вещь докупить хотя бы одну, вот, пусть там не с мягким покрытием, потому что есть где еще там дополнительно сверху идет мягкое покрытие, то есть чтобы было удобнее сидеть. Хотя бы вот такую вот, то есть этого уже достаточно, чтобы какие-то вещи кинуть и не переживать за то, что они будут болтаться в трюме. С вами был Илья Крылосов. Заходите к нам в торговый комплекс «Актив», заходите на наш сайт «Актив-48», подписывайтесь на наш канал на YouTube. Всего доброго, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok